МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Те из нас, кто слушает новости по телевизору, читает газеты, в особенности информационные сводки из-за рубежа, то согласятся со мной, что на слуху нашим уже привычно давно находятся такие выражения, как сектор газа, голландские высоты, западный берег реки Ордан. Десятилетиями эти географические названия исходят с полос газет. Там, в этой местности, столкнулись политические, религиозные, экономические интересы палестинцев, евреев, сирийцев, египтян, американцев. И поэтому эти географические названия обозначают точки наибольшего приложения политических и военных сил. И мы сегодня тоже расскажем об одном человеке, жившем в секторе Газа, собственно, в городе Газа, тогда сирийском, а сегодня это город израильский. Мы расскажем о человеке по имени Феофан, что в переводе с греческого означает «богоявленный». Этот раб Божий жил в сирийском городе Газа и был удивительно милостив. Он принимал в свой дом странников. Он отдавал всем нуждающимся то, что у него было. Он делал так постоянно. И что очень интересно, он не ждал себе награды от Бога. Часто бывает, что мы, сделав что-нибудь маломальски хорошее, тут же ожидаем в тайне сердца или явно, что Господь тут же нас благословит, наградит и как-нибудь отметит. Раб Божий Феофан не искал никаких особых милостей, а просто по величанию сердца не мог ни давать, ни жалеть, ни миловать тех, кто в этом нуждался. Постоянная благотворительная деятельность привела к обнищанию его самого и его семью. Он не был богачом. Он просто благотворил из того, что было. К тому же он заболел. Причем так заболел тяжело, что тело его гноилось и распухало, и, видевшие его, удивлялись, почему столь благочестивый муж так тяжело страдает. История была подобна истории праведного Иова, который перетепил много скорбей, и праведность его была также отмечена жестокими страданиями, в том числе и жестокими болезнями. Разболевшись к смерти, Феофан уже готовился умирать, и при этом разразилась такая жуткая гроза, и дождь, и гром, довольно редкие на Востоке, что жена его в скорби воскликнула, что и жизнь он ей, по сути, испортил, потому что жить было с ним тяжело. И даже сейчас, когда он умирает, она его и похоронить-то не сможет нормально, потому что такая жуткая погода. А на Востоке, кстати говоря, хоронили часто, до сегодняшнего дня, мусульмане так хоронят в тот же день. Только умер человек до заката солнца, тут же его хоронят. Она высказала ему эти свои гневные слова, а Феофан утешил ее, сказав, что успокойся, Господь даст им хорошую погоду. Как только он умер, вышло солнце, успокоилась погода, и Господь только по смерти этого человека явил свою милость к нему и забрал его туда, где он будет в полной мере стариться и награжден за всю свою терпеливую, благочестивую жизнь. Так получилось, что Феофан только по смерти стал Феофаном, то есть богоявленным, а при жизни он был богоутаенным. Если бы таких Феофанов было побольше в секторе Газа, мы бы меньше слышали о нем в сводках новостей, и мир Божий водворился бы на этой многострадальной земле. Так нам кажется. Кроме носящих красивое и благозвучное греческое имя Феофан, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела Кириака. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин